Вместо, где можно сесть, у нас есть такая очень неформальная здесь сегодня обстановка. Добро пожаловать в MBC Hub Москва на презентацию программы «Пасека» в начале мы расскажем немножко о том, что такое теплица, если кто-то не знает, что такое «Пасека», а потом, любимая моя часть начнется, есть конкретные совершенно кейсы, которые, в общем, собою описывают то, ради чего существует программа. И это точно меня, что очень сильно вдохновляет. У нас не будет какой-то длинной, затянутой первой части, когда мы потратили все доклады и все такое. Скорее, нам нужно понять вообще, что такое «Пасека», почему у каждого из вас, может быть, какой-то интерес участвовать в программе или присоединяться к ней. Ну, а дальше тусуемся, в общем, какие-то пирожки. И еще один, наверное, сюрприз, будет ли в конце, скорее всего. Ну, а для начала я сюда приглашаю Алексея Сидоренко, руководителя проекта «Теплица социальных технологий». Здорово, пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, большое спасибо, что нашли время сюда прийти. Собственно, «Пасека» и в целом «Теплица» — это история во многом про цифры. Поэтому пару цифр «Теплица», давайте я буду называть какие-то цифры, объясню, почему именно цифры. Вы будете пытаться угадывать, что это такое. Три с половиной? Года. Года. Окей. Хорошо, что никто не сказал, что три с половиной свитера в моем гардеробе. 94 проекта, которые «Теплица» успела сделать руками талантливых программистов. 470. Посещаемость. И это не число приглашений, которые в среднем мы высылаем вам в течение одной недели. Это число мероприятий, которые мы за это время провели. 16365 человек. Да. Это не общая совокупная масса всех работников «Теплицы». Нет, это действительно столько, сколько нас посетило. 2,3 миллиона человек. Да, это посещаемость. Опять же, ну, сколько-то получилось. Но, грубо говоря, все цифры эти, они конечны. Да. И по мере того, как мы стали осознавать, что они конечны, и наши усилия тоже конечны, нам вспомнилось, во-первых, перед нами встал, даже не то, что вспомнился, перед нами встал обод многих социальных предпринимателей, которые сказали, ну, все, нафиг, мы будем заниматься масштабированием. И когда мы говорим о масштабировании, особенно когда мы находимся в этом прекрасном месте, да, как бы хаб, который должен растить социальных предпринимателей, мы поняли, что на самом деле мы можем сколько угодно вот эту вот телегу помогания, рассказывания текать одни, но слоган даже вот импакт хаба говорит о том, что реальный импакт, оказывается, нет русского перевода слова импакт, возможно только тогда, когда есть какое-то коллективное действие. И пасека именно про это, и она на выход к равнине. Кто читал Стругацких? Кто помнит «Малыша»? Это повесть 1971 года. Там есть прекрасная фраза, которая рассказывает это все вселенная 21 века, простите, супер ботаничности, любовь к научной фантастике, но вот как-то у нас такая часть культуры. В общем, 100 тысяч лет мы пробирались сквозь пещеру, и вдруг вышли к равнине, и вот дальше идет про галактического человека, и заканчивается, что галактический человек уже с иными законами существования, с иными целями существования, но мы не знаем ни того, ни другого. И вот так же примерно про, скажем так, деятельность пробона. Мы не знаем ни целей пробона, кроме неких альтруистических, мы не знаем ни законов, и во многом пасека — это исследования. Исследования прежде всего на того, насколько мы с вами готовы помогать, готовы создавать что-то действительно пробона. И я не знаю, пожалуй, никого, кто мог бы лучше, чем Настя, вести бы и запускать такую программу. Наша первая итерация для выхода на равнину была IT-волонтеры. Здорово, что у нас сидят создатели здесь первой версии IT-волонтеров, у нас их было две. И мы завершили 123 задачи за последние 11 месяцев. Это немного, но если подумать, что в целом больше 50 раз зашло больше тысяч человек, это значит, что кто-то интересуется, что больше 5000 человек интересуются с помощью другим организациям. И это, наверное, хорошо. И тогда мы пришли, подумали, что, наверное, нам стоит пойти в сторону пасеки, то есть не только, скажем так, охотиться на малую рыбу, то есть ловить малую рыбу мелкой сетью, а попытаться, наверное, подойти со стороны агентств. И здесь, собственно говоря, в импакте и о коллективном действии, мы знаем, что в России больше 6 тысяч четырех студий. Представьте себе, что если даже ко всем вот этим вот коллективным, скажем так, попыткам помочь другим организациям добавится хотя бы один процент. А если 10? Это уже будут другие организации. Они будут по-другому помогать людям. Следовательно, они будут по-другому улучшать общество. Собственно, это была гипотеза. Это остается гипотезой пасеки. И на этом я, пожалуйста, передаю слово Насте, потому что Настя, собственно, создала большую часть того, что вы сегодня видите. И, наверное, точно будет ввести ее дальше.